АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, Божья любовь, она поистине безмерна. И Он ценит нас намного больше, чем ценят нас люди. И Он оплатил нашу жизнь намного большую цену, чем оценили ее люди. И давайте мы свершим короткую молитву перед Словом, которое будет перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за честь и привилегию быть в Твоей Церкви и слышать Твое Слово. Отец, мы молим и просим, сегодня открой наши сердца, дабы сердца наши были доброй почвой, которая попадает в Слово, прорастает и приносит плод. Пусть наши уши сегодня будут открыты к слышанию Твоего Слова. Мы молим и просим, преображай и изменяй нас в образ Иисуса Христа. Мы молим и просим Тебя, пусть это Слово, которое сегодня прозвучит в Твоей Церкви, оно прославит имя Иисуса в наших жизнях. Мы благословляем это Слово и принимаем его с радостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Можем улыбнуться тому, кто рядом уже без маски, увидеть прекрасную лучезарную улыбку брата или сестры. Знаете, недавно я имел такой короткий телефонный разговор со своей мамой, и она пришла к Богу не так давно, где-то три года назад, и она сказала мне такую фразу, она заставила меня задуматься. Она говорит, ты знаешь, я всю жизнь до прихода к Богу как будто и не жила. И вот знаете, я задумался, а очень часто бывает так, и очень много людей живут так, как будто и не живут. Живут и не так, как хотелось бы, и хотелось бы что-то поменять, но как только ты пытаешься задуматься об этом, ты встречаешься с какими-то преградами. А это, а вот это как ты изменишь? А если ты изменишь вот это, то как изменится вот это? Мы встречаемся с преградой в мнении людей, в прогнозах людей по поводу нас. Да не получится, да не выйдет, да ты даже и не пробуй. Мы встречаемся с внутренними преградами в своем сердце. Мы так мало ожидаем от великого Бога. И знаете, моя проповедь, она сегодня называется «Навстречу мечте». Я думаю, у каждого из нас есть мечта, которую хотелось бы осуществить. И я убежден в том, что одна мимолетная встреча с Иисусом Христом способна осуществить даже самую смелую мечту в твоем сердце. Потому что в нем есть все. В нем есть прощение, в нем есть исцеление, в нем есть свобода, в нем есть достаток. И одна короткая встреча способна изменить абсолютно все. Я буду читать из Евангелия от Луки, из 19 главы, прочитаю с первого стиха. «Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог сделать это за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему». Потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И первый пункт моей проповеди, он называется «Прогнозы». Знаете, когда мы хотим что-то изменить, мы встречаемся с прогнозами людей, мы встречаемся с мнением людей. имя Закхей в переводе на наш язык означает «достойный» и «чистый». Но люди не считали его таковым, недостойным, нечистым. Закхей по роду своего занятия и по роду своей деятельности, я не думаю, что он пользовался огромной популярностью у народа. Он был на сегодняшний день начальником налоговой инспекции. И особой любви в народе он не испытывал. И, знаете, я вижу из этого места, что особой любви и к себе он не испытывал. Он знал, какой он. И прогнозы людей ему говорили о том, какой он. И перспективы ему рисовали, какой он. Но Бог пришел в его жизнь, дабы помочь восстановить ему это доброе имя, достойный и чистый. Бог пришел, приходит в нашу жизнь и восстанавливает наше доброе имя. Он называет нас не так, как называют люди. Он оценивает нас не так, как оценивают люди. Люди оценивают очень часто по внешности. Я думаю, вы и за собой замечали, и я за собой замечал. Мы оцениваем по внешним критериям и факторам. Слишком стар, слишком молод, богат, беден, высок, низок. Но Бог в тот момент, когда люди оценивают внешность, Бог оценивает сердце. Бог взвешивает сердца. Я приведу вам один пример из Библии. Этот пример записан в книге царств. Когда Бог решил, что Саул больше не будет царем, Он отправил Давида в Вифлеем, вернее, Самуила в Вифлеем, в семью Давида, и сказал, оттуда ты возьмешь и помажешь царя для Израиля. И Самуил выбрал. Самуил выбрал. Я прочитаю вам это место из Библии. Это Первое царство. 16 глава, я прочитаю 6-7 стих. И когда они пришли, Он увидел Елеава и сказал, верно сей пред Господом, помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Послушайте, Бог оценил сердце Закхея. С каким сердцем он искал встречи с ним. Когда Закхей встретился с Иисусом Христом, он не услышал от него ни одной оценки его внешности или его жизни. Он не услышал, послушай, ты столько натворил, у нас не может быть с тобой диалога. Он не услышал от него ни одного упрека. Знаете, что услышал Закхей от Иисуса? Иисус назвал его, ты сын Авраама. Он наделил его статусом. Иисус наделил статусом. Иисус придает статус нам в Царстве Небесном. Иисус пришел для того, чтобы восстановить твое и мое родство с Богом. Послушайте, как оценивали люди Закхея? Что мы знаем из оценки людей о Закхее? Начальник мытарей, богатый, маленького роста. Это все, что мы знаем о Закхее. Начальник мытарей, богатый и маленького роста. Но Бог знал что-то большее. И Он сказал, ты сын Авраама. Послушайте, если сегодня вас обесценивают люди, то Бог ценит вас больше. Если сегодня вас обесценили люди, то Бог заплатил за вас самую дорогую цену, которая у него была, цену жизни своего сына. Знаете, я хотел бы сказать, какие бы ни были прогнозы от людей в вашу жизнь, прогнозы Бога все равно лучше. Чтобы вам сегодня не говорили врачи, какие бы диагнозы вам не ставили врачи, чтобы не говорили люди, достоин, заслужил, не заслужил, Бог смотрит на вас по-другому. Ради того, чтобы примириться с нами, Бог заплатил свою цену. Не мы заплатили эту цену, но Бог заплатил цену ради того, чтобы примириться с нами. И знаете, я понял одну очень важную, глубокую вещь. Не важно, кем ты был до прихода к Богу. Важно, кем ты станешь, если посвятить свою жизнь Богу. Послушайте, меня не должно было быть не просто на этой сцене, меня не должно было быть в живых, если бы я не пришел к Богу. Бог ценит вас намного больше, чем ценят люди. Поэтому нам всегда нужно руководствоваться прогнозом Бога, а не прогнозом людей. Люди ценят внешнее. И судят по внешнему. Если бы я смотрел на свое прошлое сейчас, по человеческим меркам, и оценил свое прошлое, я не достоин был бы. Я думаю, если бы люди по своему усмотрению выстраивали очередь к Иисусу, то Закхею, наверное, в этой очереди места бы не было. Он бы был где-то в лучшем случае в последних рядах. И так многие из нас. Но Бог поднимает наш статус. Он называет тебя и меня сыном и дочерью. Несмотря ни на что. И следующее, о чем я хотел бы сказать, это второй пункт наше ожидание. Знаете, я убежден в том, что все мы приходим к Богу с какими-то определенными ожиданиями. И очень часто вот эта наша первая встреча с Богом, она с очень маленькими ожиданиями. Я не знаю, как у вас. Может, потому что я такой жизнью жил. Я пришел к Богу, и у меня было одно ожидание. Только бы живым остаться. Я ничего не хотел. Я не тешил себя надеждами, что что-то, как-то моя жизнь супер преобразится. Мне бы жить, остаться, и все. Но Бог сделал в тысячу раз больше. И знаете, у Закхея тоже были определенные ожидания. Здесь написано, что Закхей вылез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Но Иисус превзошел все ожидания Закхея. Он говорит, «Я хочу быть у тебя в доме». И я хотел бы сегодня сказать, может быть, прямо сегодня, прямо на этом месте, вы с маленькими ожиданиями от Бога пришли. Мне бы хотя бы увидеть, мне бы хотя бы посмотреть. Я хочу вам сегодня сказать, у Бога на вас большие планы. На вашу жизнь, на вашу семью, на ваше здоровье. У Бога на вас большие планы. Закхей ожидал просто увидеть. Но знаете, что еще интересно? Закхей хотел посмотреть на Иисуса, и здесь написано, узнать, кто Он. Кто Он? Вы не задавали себе вопрос? Я себе задал вопрос, почему, когда мы приходим к Богу, наши ожидания так малы? мы знаем все о себе, но не знаем ничего о Нем. Когда мы узнаем, как велик Он, какой большой Он, насколько Его сила, безмерно, могущественно, мы понимаем, что Он может превзойти все даже самые смелые ожидания. Послание Ефесянам, 3 глава, 20 стих, написано, «А тому, кто действующую в нас силую, может сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем, или того, о чем просим, тому слава в Его Церкви во веки веков. Аминь». Давайте мы скажем «Аминь» на это. Бог может сделать больше больше твоих ожиданий. Ты ожидаешь, ну хотя бы вот это наладилось, но если ты будешь стремиться в познании того, кто Он, ты будешь понимать, Он безмерно велик, и Он может изменить любые обстоятельства в твоей жизни, и Он может преобразить твою жизнь до неузнаваемости. Сегодня в конце мы будем свершать молитву, и давайте мы настроим свои сердца на то, чтобы поискать этой встречи с Богом. Одна встреча мимолетная может полностью преобразить твою жизнь. Одна встреча с Богом может полностью преобразить твою жизнь. И третий пункт моей проповеди называется «Реальность». Знаете, все наше хождение здесь строится из прогнозов, мнения людей от наших ожиданий и реальность, с которой мы сталкиваемся. И вот иногда, знаете, реальность с Богом, когда ты уже знаешь Бога, когда ты пришел, у тебя такие маленькие к Нему как бы просьбы, я думаю, вы все вспомните, приходили к Богу и такие молитвы какие-то такие детские, ну, ты что, ты хотел, ну, так совсем чуть-чуть хотя бы. И вот реальность с Богом иногда представляется нами как какое-то чудесное действие с волшебной палочкой, Бог великий, сейчас он взмахнет и все произойдет. Но на самом деле, знаете, реальность с Богом, реальность с хождением с Богом требует от нас определенных усилий и определенных действий. Если вы читали эту историю внимательно, то вы обратили внимание на то, что Иисус проходил через Ерихон. Изакхей, услышав то, что Иисус будет проходить через Ерихон, воспользовался возможностью коротким мгновением, которое у него было, встретиться с Иисусом Христом. Вот почему так важно нам первое это знать куда будет проходить Иисус и где Он проходит. Вот почему так важно быть на домашней церкви, потому что туда приходит Иисус. Вот почему так важно быть в воскресенье в церкви, потому что сюда приходит Иисус. Иисус. Знаете, в реальности есть огромная опасность знать все об Иисусе. Может быть, даже увидеть Его где-то издалека, может быть, даже увидеть, как Он совершает чудеса в жизни других людей, но так никогда и с Ним и не встретиться. у Закхея был один шанс встретиться с Иисусом Христом, и Он воспользовался им. Он не искал себе оправданий в своих физических возможностях. Я слишком мал ростом, поэтому я сяду и буду ждать, пока Бог придет ко мне. Я слишком устал на работе, поэтому я не пойду на домашнюю церковь, лягу и буду лежать, пока помазание Божье и исцеление Божье придет в мою жизнь. Сегодня слишком погода неблагоприятная для того, чтобы приходить в церковь. Идет дождь, а между тем сюда приходит Иисус ради этой встречи. Знаете, следование за Христом очень часто будет сопровождаться в нашей жизни тем, что мы должны будем заплатить за это какую-то цену. Закхей, мало того, что он вылез на дерево, вы знаете, что это дерево для Закхея было одновременно местом потери его репутации, вы представляете, сейчас там начальник налоговой инспекции вылазит здесь на дерево и кричит, а завтра на работу, понедельник на работу, и там будут люди, которые все это видели. Дерево это была опасность для здоровья, упал бы с дерева, растоптали бы, при том, что начальника налоговой инспекции с удовольствием. растоптали бы. Но вместе с этим это дерево, это было место возможности встретиться с Иисусом Христом. Послушайте, за следование за Христом нам иногда придется заплатить цену, но та награда, которая ожидает нас, она безмерно больше той цены, которую мы платим. награда от Иисуса безмерно больше цены, которую тебе придется заплатить. Может, прямо сейчас вы платите цену на смешек над людьми, может быть, прямо сейчас вы платите цену следования, вам придется сменить работу, не бойтесь этого. Иисус может благословить вашу жизнь больше. Послушайте, люди, когда услышали, что Иисус пойдет в дом Закхея, они начали роптать и возмущаться. Может быть, сегодня вы платите цену за то, что в вашем доме проходит домашняя церковь, и вокруг все ропчут и возмущаются, не переставайте платить эту цену, Бог воздаст вам в тысячу крат. Евангелие от Матфея, 19 глава, это сказал Иисус, а то, что Он говорит, не поддается никакому сомнению. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и наследует вечную жизнь. Это Иисус обещает, какую бы цену ты сегодня не заплатил, ты получишь во сто крат больше. Я вам в конце расскажу одну историю. Я недавно прочитал ее, она так коснулась с моего сердца. Я не хочу, чтобы эта история звучала как-то заполитизирована, скажем так. Она просто история про человека, который ради того, чтобы осуществить свою мечту, который ради того, чтобы устремиться навстречу к мечте, готов был заплатить огромную цену. В декабре 1974 года из Владивостока к экватору отправился туристический лайнер Советский Союз. Его пассажирам не оформляли визы, судно не собиралось заходить в иностранные порты, все, что было разрешено делать тем, кто плыл на лайнере, любоваться далекими берегами на горизонте, а вечером лишь слушать лекции о положении трудящихся в странах капитализма. Пока остальные пассажиры собирались на танцевальной площадке у бассейна один мужчина поднялся на верхнюю техническую палубу корабля, он долго стоял, глядывая с горизонт. Рядом были заняты своими делами трое матросов, но потом двое из них ушли, а один повернулся к пассажиру спиной. Мужчина понял, что это его шанс. Он в одну секунду перепрыгнул через ограждение и нырнул в ночной океан. Мужчину звали Станислав Курилов. Он родился в Семибаладинске в степях Казахстана и буквально с детства заболел морем. Он учился на моряка, работал в разных станциях внутри Союза, но главной мечтой его были увидеть другие страны и другие моря. Каждые три года он подавал документы на выезд за границу, но каждый раз получал отказ. Курилов рассказывал, что во время очередного посещения Авира он случайно увидел свое личное дело, на нем стояла печать «Посещение зарубежных стран считаем нецелесообразным о мнении людей». Слава записал тогда «Я наблюдал как корабли моих мечтаний уходили за горизонт один за другим. Все, что было интересно, все, что радовало в жизни, все это было остановлено, распущено, разбито, зарыто под ключ. Это был какой-то серьезнейший кризис жизни». Она зашла в тупик и перспективы были самые унылые. Однажды ему на глаза попалось объявление, жители города приглашали круиз на лайнере и в плавание к экватору через тихие океаны и тропические моря. Тур на круизном лайнере стоил диких денег, 350 рублей. Это была огромная сумма, и вместе с этим это был тот самый шанс. Через несколько лет, стоя на верхней палубе лайнера Курилов не испугался надвигающегося шторма, а наоборот используют его в своих интересах. Любой другой человек подумал бы, может лучше отложить прыжок, может не сейчас, но слава наоборот подсчитал, что огромные океанские волны дадут ему дополнительный шанс не разбиться при ударе о воду, рассказывает Дова Курилова. С верхней палубы до воды было 14 метров. Штормовая волна могла прибавить или убавить 6 метров высоты, как повезет, но славу эту не пугало. 13 декабря Курилов совершил тот самый прыжок с борта Советского Союза. В книге он пишет, что в тот момент в океане не было никаких огней, ни луны, ни звезд. Прыгая, он думал, что ему предстоит проплыть до ближайшего острова лишь около 17 километров. В итоге расстояние до берега оказалось почти 100. На это Курилов потратил в своей книге он написал, для того, чтобы выжить в океане, в первую очередь мне нужно было победить свой страх. Когда Курилов доплыл до Филиппинского острова, за три дня его тело покрылось светящимися планктоном и начало фосфорицировать и светиться голубым цветом. Сам беглец вспоминал, когда очутился на суше, танцевал от счастья. Его увидели рыбаки из поселка, доложили о находке властям. Властям ни документов, ни денег у него не было, поэтому его отправили в тюрьму, где содержали нелегальных мигрантов и бродяг. Славе светило просидеть в тюрьме бесконечно долго. Ему сказали, найдите родственников, которые заплатят за вас выкуп, и мы вас выпустим. Единственной роднёй за границей была его сестра, и она нашлась и заплатила за него. Вскоре он переехал в Канаду. Жизнь в Канаде Курилову пришлось начинать с чистого листа, и он заплатил за это огромную цену. Он работал в пиццериях, пекарнях, устроился в частную компанию, занимавшуюся продажей оборудования для подводных погружений по всей Америке. До богатства и благополучия было далековато. Но Слава уехал не для того, чтобы быть богатым. Для него главное было стать свободным и счастливым человеком. Знаете, я, прочитав эту историю, подумал, если человек ради своей мечты готов был рискнуть жизнью, заплатить огромную цену, то не большую ли цену мы должны быть готовы заплатить ради встречи с Иисусом Христом. Давайте мы сейчас поднимемся. Я попрошу группу прославления пройти, чтобы мы могли поклониться Богу и в этом поклонении поискать его. Если в жизни этого человека нашелся человек, его сестра, которая заплатила за него цену, то я хочу сегодня сказать, за твою и мою счастливую жизнь тоже заплачена огромная цена. Для того, чтобы исполнилась твоя мечта, для того, чтобы ты жил сегодня счастливо, за это заплачена огромная цена. жертвой Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте мы в этом поклонении сейчас поищем этой встречи с Богом. Давайте мы в этом поклонении забудем обо всем, что говорили в нашу жизнь люди. Давайте мы поищем Бога, который может превзойти все твои даже самые смелые ожидания. Он больше. Он больше. Пусть сегодня это будет время встречи, твоей встречи, не просто время твоих наблюдений, как Иисус идет по залу и там исцеляет, там исцеляет. Пусть это будет та встреча, которая у Него будет лично с тобой. Давайте мы сейчас поклонимся. Так желаю быть с тобой, жажду слышать голос песня. так нужен мне. Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне. Возьми Иисус, Поклоняю Себе, поклоняю Себе, Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, Ты будь, Ты истина, Ты жизнь, меня так дивно сотвори. Буду Тебя хвалить, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми Иисус, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняю Себе, поклоняю Себе. Отец, мы ищем этой встречи сегодня с Тобою, Боже. И мы сегодня пришли на это место, дабы встретиться с Тобою, дабы услышать голос Твой. Отец, мы молим и просим сегодня, говори к Церкви Твоей. Мы молим и просим Тебя, Господи, благослови сегодня тех людей, Божьих, которые платят цену, Боже, за следование за Тобою. Отец, я молю и прошу Тебя, пусть Твоя награда будет безмерно больше той цены, которую они платят во имя Иисуса Христа. Отец, я молю Тебя о тех людях, которые сегодня переживают насмешки, унижения. Я молю и прошу Тебя, Господь, приди в их жизнь и подними их статус, Боже. Ты назвал нас детьми своими, Боже. И этот статус выше всякого статуса, который могут присвоить нам люди. Я молю и прошу Тебя, Боже, пусть сегодня, Боже, в Твоем присутствии происходят чудеса исцеления, Боже, чудеса освобождения. Пусть наши все даже самые смелые ожидания сегодня произойдет Твое присутствие, Боже. Приди и благослови людей, которые молятся, Боже, о своих родных и близких. Слово Твое говорит, ныне хочу быть у Тебя в доме. Мы благословляем, Боже, и молим и просим. Позволь нам идти и следовать за Тобою всю нашу земную жизнь и встретиться с Тобою в небесах во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу совершить еще одну очень важную молитву с теми людьми, которые пришли сегодня в первый раз. Вы еще ни разу не молились молитвой покаяния, молитвой примирения с Богом. А может быть вы не в первый раз, но вы никогда не решались выйти для этой молитвы и совершить эту молитву. Все откладывали, думали потом, в следующий раз. А может быть вы были с Богом, но по какой-то причине вы отступили. Вы ошиблись, отступились. Можно увидеть вашу руку на том месте, на котором вы находитесь. Слава Богу, слава Богу, мы видим вас. Проходите сюда вперед, проходите сюда вперед по сцене. Послушайте, не слушайте, что говорят люди. Слушайте, что говорит ваше сердце. Если оно сейчас говорит, выходи сюда вперед. Выходи, не бойся ничего. Выходи ради этой встречи. Может вы стоите под балконом, на балконе, в малом зале и думаете потом, я успею, не буду сейчас спешить. Выходите сейчас. Дорогие те, кто вышел, вы смелые люди. Я хотел бы сейчас вас попросить закрыть свои глаза, чтобы никто и ничто не отвлекало вас и просто повторить эту молитву за мной. Господь, Отец, я прихожу к Тебе и прошу у Тебя, прости мне мои грехи, осознанные и неосознанные. Господи, я открываю сегодня свое сердце перед Тобой и прошу, войди в Него. Стань моим Господом, стань моим Спасителем. Я посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте свершим молитву за этих людей. Господь, мы благословляем этих людей, которые сегодня приняли решение примириться с Тобою. И мы молим и просим, пусть всякая власть греха от сегодня будет разрушена в их жизни во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим, пусть они идут путем праведности, в конце которого они встретятся с Тобою. Мы их благословляем в этом хождении во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие те, кто покаялся, мы хотим с вами познакомиться и хотим попросить вас пройти прямо по центральному проходу в фойе центрального зала. Там вас будут ждать наши служители, они познакомятся с вами и вручат вам подарки.